Добрый вечер на телеканале Хабар. Итоговые новости. В студии работает Вера Некри. Второй день рабочего визита президента в Восточно-Казахстанскую область оказался не менее насыщенным, чем первый. Глава государства посетил семей. Нурсултан Назарбаев ознакомился с работой радиологического центра, встретился с местной интеллигенцией и даже попробовал продукцию новой кондитерской фабрики. Все подробности в материале Артема Истомина. Нурсултан Назарбаев прибыл в семей и первым делом решил узнать, как обстоят дела у местных бизнесменов. Повод для такой встречи тоже нашелся. В прошлом году в городе была запущена новая кондитерская фабрика. Поддержи отечественного производителя. Президент сегодня лично показал, как это сделать. Лучшие рекламы такому печенью, наверное, и не придумать. Сладости из восточного Казахстана уже продают в Россию и Кыргызстан. На очереди поставки в Ташкент и Душенбе. На фабрике гордятся новым оборудованием и своими особыми рецептами. Кстати, главного технолога сюда пригласили из Украины. Поехать в Казахстан Анна Станиславская согласилась практически не раздумывая. Я родом из Украины, я работаю здесь по контракту. Давно приехали? Год. Уже почти год. Приехала, потому что знала, что в этой стране спокойно, в этой стране мир. Я хотела сказать вам слова благодарности за то, что вы делаете для урегулирования конфликта у меня на Украине. И большая к вам просьба, не останавливайтесь, чтобы у нас на Украине был мир, так же, как у вас в Казахстане. Я занимался, ездил в Киев в декабре месяце, потом в Москву, потом в Берлин, потом к французским президентам. Переговоры были хорошие. Не все закончилось, но хотя бы остановились бомбардировки. Война остановилась сейчас. Хоть и хрупкие, но уже давно не стреляют и не гибнут люди. Надеюсь, разум победит. Поэтому мы, смотря на это, должны ценить то, что у нас есть. Спокойствие, стабильность, взаимоотношения, дружба всех людей, которые живут у нас. На новой фабрике работает много молодежи. Сегодня все они тоже пришли на встречу с президентом. Готовились, ждали и, конечно, волновались. Глава государства это почувствовал и сразу же поправил ситуацию. Меня зовут Игорь. Мне 21 год. Меня Нурфултан зовут. Руслан Абишевич, я сильно волнуюсь. Закончил учебу? Да, я закончил уже. Да, здесь работаю. Не волнуйся, спокойно. Здесь, да, что-то запомнили. Здоровье восточно-казахстанцев – это еще одна тема, о которой руководство региона докладывает президенту в первую очередь. Стоит отметить, что медицинское оснащение семьи считается одним из лучших в стране. Особое внимание здесь уделяют лечению онкозаболеваний. Уже в этом году в семье заработает первый в Казахстане центр радиационной онкологии. Профессиональные врачи, уникальное оборудование. Поправить здоровье здесь смогут до 6 тысяч пациентов в год. Весь наш центр оснащен современным инновационным оборудованием для лечения и диагностики наших больных. С запуском этого центра мы, естественно, будем развивать медицинский туризм. Желающих лечиться у нас достаточно. Русултан Назарбаев встретился с теми, кто посвятил свою жизнь борьбе с онкологическими заболеваниями и дал врачам несколько полезных советов. Ученые уже давно доказали, что здоровье человека во многом зависит от него самого. Профилактика, своевременное обследование и любовь к жизни. Вот он, рецепт от любых болезней. Онкологическое заболевание тоже обычное заболевание. Не надо считать что-то страшным это дело. Людям надо говорить. От вашей уверенности с пациентами все зависит. Человек на эту землю пришел, чтобы жить. Самое лучшее, бесценное – это жизнь человека. И за эту жизнь каждый должен бороться. Если он уверен, что он преодолеет, он преодолеет. И таких тысячи примеров вы это лучше меня знаете. Поэтому всем больным, которые попали к вам, я желаю 100% выздоровления. Если они сами захотят этого, всех, они выскочат из этого обязательно. Если они сдадутся, везде, как и на войне, так и в жизни, успех им не сопутствует. От вас зависит поддержать этих людей, показать профессионализм и выречивать. Восточный Казахстан – это земля с богатой историей и культурой. Именно здесь, в урочище Жидыбай, родился известный поэт-просветитель Абай Кунанбаев. В музее великого казахского мыслителя собраны уникальные экспонаты о его жизни и творчестве. Причем даже сегодня историки не прекращают поиски, и фонды музея постоянно пополняются все новыми находками. Количество посетителей музея ежегодно растет. Только в прошлом году наш музей посетило 92 828 человек. Это намного больше, чем в позапрошлом 2013 году. Количество людей, которые заинтересованы творчеством Абая, тоже растет с каждым годом. К нам обращаются исследователи разного уровня. Это и ученики, это и студенты, есть и магистранты, другие исследователи. Творчество и поучение казахского просветителя не случайно столь популярны даже спустя столетия. Президент во время встречи с интеллигенцией еще раз напомнил, что еще во времена Абая мир, дружба и согласие были незыблемыми ценностями. Великий Абай сто лет тому назад сказал, что все человечества, все национальности равны. Дети одной семьи, все мы равны. Тогда еще сказал, что еще надо. То, что мы делаем сейчас, укрепляя дружбу, стабильность в нашей стране. Благодаря этому и достигаем больших успехов. Всего за 23 года независимости мы достигли того, чего многие страны достигают за сто лет. Надо сохранять то, что у нас есть, политическую стабильность, взаимопонимание, дружбу, уважение каждого человека, как сказал великий Абай. Уважая каждого представителя любой нации, как своего родного. Мы так и действуем. Здесь же, в стенах музея Абая, глава государства подвел итоги рабочего визита в Восточно-Казахстанскую область. Меньше чем за сутки президент успел побывать в Семее, Усть-Каменогорске, встретиться с медиками, бизнесменами, актерами, поэтами и металлургами. В Восточно-Казахстанской области мы посетили предприятие КАЗ-ЦИНК. Очень старинное, историческое предприятие, которое дает огромное количество экспортной продукции, как цинк, свинец, медь, золото, серебро. Мы видели, как рабочие металлурги с каким вдохновением говорили. И вот глаза металлургов, которые смотрели на меня, и что после смены они собрались и ждали встречи со мной, это дорогого стоит. Я ценю это. Я просто взволнован был, глядя на такое отношение людей, металлургов ко мне. Семей – очень важная точка нашей страны. Я каждый год здесь бываю. Город, который страдал от 40-летних ядерных испытаний, как вы помните, который был мной закрыт. Я был единственным президентом мира, который закрыл мощный второй в мире ядерный полигон Семип-Платинска. От этих 500 взрывов пострадали люди. Поэтому сегодня медицинское обслуживание города Семип-Платинска и оборудование, и предприятие медицин, которое мы строим, самое лучшее в Казахстане. Сегодня семейчане в очередной раз убедились, что их городу глава государства уделяет особое внимание. Но султан Назарбаев даже несколько раз уточнял, решены ли трудности с теплооснабжением. А еще президент поделился планами – здесь хотят построить новую гидроэлектростанцию. Это еще один шаг для развития семьи. Артем Истомин, Руслан Шакобаев, Каната Бильдин, Медед Омерханов, Алмаз Умаргалиев и Руслан Жакеев при поддержке телерадиокомплекса президента Восточно-Казахстанская область. Россия готова покупать у Казахстана снимки со спутников дистанционного зондирования Земли. Однако, для того, чтобы начать коммерческую деятельность нашей стране, необходимо решить ряд финансовых вопросов с компаниями-изготовителями данных космических систем. С таким заявлением на заседании Можлица выступил глава КАС «Космоса» Талгат Мусабаев. Напомню, орбитальные аппараты создавались для того, чтобы получать оперативную мониторинговую информацию для развития геодезии, картографии, обороны и сельского хозяйства. До настоящего времени указанные спутники не переданы в собственность казахстанской стороне в связи с нерешенностью вопроса освобождения от НДС с облагаемого ворота за работы и услуги. Как только указанные спутники будут приняты казахстанской стороной, можно будет начать коммерческую эксплуатацию космической системы ДЗЗ, и она начнет приносить доход. Стабилизация ситуации в Афганистане возможно через развитие сотрудничества с государствами Центрально-Азиатского региона. Об этом сегодня заявил глава внешнеполитического ведомства Казахстана на встрече с помощником генсека ООН по политическим вопросам Мирославом Енчей. Говоря в целом о ситуации в Центральной Азии, Ерлан Идрисов подчеркнул, Казахстан совместно с ООН предлагает усилия для сохранения в регионе политико-экономической стабильности. Также глава МИД отметил, что интенсивная кампания по продвижению кандидатуры Казахстана на место непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2017-2018 годы сконцентрирована на таких глобальных вопросах, как продовольственная, водная, энергетическая и ядерная безопасность. В завершение встречи глава Форенофиса вручил Мирославу Енче почетную грамоту МИД за вклад в укрепление сотрудничества между нашей страной и ООН и укрепление регионального сотрудничества в Центральной Азии. Члены Центральной избирательной комиссии провели семинар для представителей избиркомов четырех районов Акмолинской области – Бурабайского, Аккольского, Хинбекшильдерского и Буландынского. Татьяна Хлопкова дала районным избиркомам разъяснения по вопросам финансового, материально-технического, организационного и информационного обеспечения избирательной кампании. Особое внимание уделено действиям участковых избирательных комиссий и работе международных наблюдателей. Основное внимание мы обратим на положение и требования Конституционного закона о выборах в период подготовки, проведения избирательной кампании и, самое главное, в день выборов. Потому что день выборов – это является основным днем, который объединит более 9 миллионов. Они придут на избирательные участки и действия участковой избирательной комиссии должны быть четкие и оперативные. А в Октюбинской области в день выборов операторы горячей линии центров обслуживания населения будут оперативно включать избирателей в списки. В облсбиркоме сообщили – почти полмиллиона жителей смогут отдать свой голос 26 апреля. На данный момент в списках избирателей насчитывается 448 тысяч человек. Их количество может увеличиться за счет тех, кто приедет в служебную командировку или в гости к родственникам. Такие граждане будут голосовать по открепительным талонам. Избирательный участок звонит в ЦОН по тем телефонам, которые мы обменялись. И, называя фамилию, имя, отчество и данные этого человека, делает запрос на получение адресной справки, которая будет являться основанием для включения этого человека в список избирателей. И после получения по факту этой справки этот избиратель, не выходя из избирательного участка, может и будет иметь возможность проголосовать. Похожие семинар-тренинги, но уже для наблюдателей продолжаются и в Астане. Представители Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами рассказывают о международных стандартах в избирательном процессе, особенностях и принципах наблюдения и многое другое. Для того, чтобы упростить процесс обучения, организаторы подготовили специальные ролики и разослали их по всем регионам. Как сообщили на тренинге, на сегодня пул наблюдателей практически полностью сформирован. Сейчас все семинары проходят у нас по стране параллельно, и порядка пяти тысяч наблюдателей у нас уже прошли курсы обучения. Наша задача обучить всех наблюдателей, поскольку наблюдатели должны четко понимать тот объем полномочий, которыми они обладают. Нам важно не мешать избирательному процессу. Мы просто наблюдаем за ходом голосования и составляем свое мнение. Тысячи сторонников-кандидатов президента Нурсултана Назарбаева собрались в Шимкенте. Сегодня члены Республиканского общественного штаба прибыли в Южно-Казахстанскую область. Местные избиратели заверили, что будут голосовать только за сильного руководителя. Нурсултан Назарбаев не раз говорил о достойном вкладе в развитие страны-жителей Южного Казахстана. В области развитой металлургии регион занимает первое место по добыче урана, здесь же производят строительные материалы и лекарства. А с недавних пор это еще и туристический край во главе с Туркестаном. За возрождение духовного и культурного центра Южного Казахстана жители благодарны Нурсултану Назарбаеву. Сколько много было сделано нашим президентом для нашего города. Например, большая инфраструктура. У нас строится великолепная гостиница, у нас очень много гостей. Открываются новые школы, новые детские сады, создаются новые рабочие места. И поэтому я смело могу сказать, что буду голосовать за лидера нашей нации, которая уверенно ведет наш Казахстан к светлому будущему. Особое внимание в Южно-Казахстанской области отводится развитию инновационных предприятий. Ведь неспроста регион держит первое место по темпам роста индустриализации. В области реализуется около 200 проектов на общую сумму свыше 1 триллиона тенге. Одно из таких предприятий – Кентауский трансформаторный завод. Он сыграл большую роль в развитии отечественной энергетики. Сейчас для любой страны важно, чтобы в государстве было мир, согласие и единство народа. Благодаря мудрой политике нашего президента Нурсултана Абишевича Назарбаева в нашем государстве, в мире, согласии и в единстве проживает более 130 национальностей. На форуме сторонников президента члены республиканского общественного штаба встретились с молодежью. В Ледовом дворце собрались несколько тысяч человек. Все они выразили поддержку Нурсултану Назарбаеву и заверили, что 26 апреля проголосуют за лидера нации. Я вот отпустился в Москве, когда говорили о Казахстане, много и не знали, где это находится. Сейчас во всем мире знает, где Казахстан. Уже одно слово Назарбаев говорит о многом. Мы, молодежь Южно-Казахстанской области, голосуем за нашего президента Назарбаева, потому что он поддерживает культуру молодежи. И мы только будем голосовать за Назарбаева. Аллах Азарстан! Я – мать, как и многие присутствующие здесь женщины. И каждая из нас может считать себя счастливой. Ведь мы не отправляем своих детей в горячие точки, в зоны боевых действий. Мы знаем, гарант нашего женского счастья – это наш мудрый президент. С Нурсултаном Назарбаевым наше материнское сердце спокойно за будущее своей страны. Кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Тургун Сыздыков в рамках агитационной работы находится в Павлодарской области, в городе Экибастузи. Здесь он встретился с работниками ТО «Горэлектросеть». На встрече с работниками предприятия кандидат от КНПК акцентировал внимание собравшихся на ключевых аспектах своей предвыборной платформы. Это вредное влияние западной массовой культуры и западной системы ценностей. При этом он отметил свои временности и актуальность идеи марксизма-ленинизма. Коммунистическая идеология и сегодня ничуть не потеряла своей значимости, считает Тургун Сыздыков. Она применительной к современной повестке дня, добавил кандидату от КНПК. В своей предвыборной программе он выразил особую озабоченность по поводу негативного влияния западных стандартов, получающих стремительное распространение по всему миру. Зарубежная система ценностей по мере технологического и индустриального развития общества начинает терять изначальную систему координат и входит в состояние противоречий и кризисов. Под ударом находятся традиционные ценности, к которым относится индивидуальность человека, институт семьи и брака, физическое и духовное здоровье. В эпоху глобализации западная система ценностей распространяется словно сильнейший вирус, поражая все здоровые органы, подчеркнул на встречу Тургун Сыздыков. Западное общество идет по пути отказа от нравственных начал, считает кандидат от КНПК. Эти же постулаты в преддверии выборов доводятся до населения, рассказали на встрече собравшимся работникам ТУО. Агитационная работа нашего штаба сейчас находится в самом разгаре. В соответствии с планом предвыборной кампании мы проводим встречи с местным населением, ладили взаимодействие со средствами массовой информации и активно распространяем листовочную продукцию. Кандидат Сыздыков в завершении встречи ответил на вопросы работников предприятия и пожелал им успехов. Региональные предвыборные штабы кандидатов в президенты Казахстана от КНПК продолжают активную агитационную работу. Встречи с избирателями в областях нашей страны от имени своего кандидата проводят доверенные лица Тургуна Сыздыкова. Предвыборный штаб кандидатов в президенты Тургуна Сыздыкова есть в каждом районе Западно-Казахстанской области. Их представители проводят агитационные встречи, обсуждают предвыборную платформу. Все, говорят, идет по установленному графику. Никаких претензий, пока отказов мы не видели по встрече, по агитационным материалам. Предвыборную платформу кандидата Сыздыкова в Уральске разбили на тезисы. Их печатают на листовках, разъясняют избирателям. Главные акценты посвящены западной культуре. Она, уверяют коммунисты, стала сферой бизнеса. А ее высшим критерием стали сугубо материальные ценности. Наш кандидат, и мы, естественно, говорим о том, что необходимо ограничить, причем резко ограничить влияние западной культуры, западных ценностей на наше общество. Продолжается работа и Ватарау. Руководитель предвыборного штаба Тургуна Сыздыкова в Ватарауской области отмечает, агитация, проводимая в регионе, плодотворна. По словам Ербулата до Улитказиева, в их штабе активно используются возможности социальных сетей интернета. В самых популярных из них публикаются материалы о проведенных Коммунистической народной партии Казахстана мероприятиях. Работа дальше будет продолжаться. Проездили три района, посетили в городе шесть наших встреч, агитационных встреч с нашими отручанами. Доверенные лица Тургуна Сыздыкова на встречах с жителями Атарау акцентируют. Их кандидат выступает против потребительства западной культуры, особо подчеркивая монопольное производство универсальных ценностей, которые неприемлемы, по мнению кандидатов президенты для Казахстана. Хотелось бы отметить положительное сотрудничество с журналистами. Они присутствуют на наших мероприятиях, выходят наши материалы в газетах и на телевидении. Работа доверенных лиц Тургуна Сыздыкова в регионах, говорят его представители, не останавливается ни на минуту. В планах встречи с избирателями даже в самых отдаленных населенных пунктах. Лилия Шеймарданова, Уральска, Атарау. Насколько реальна угроза глобального потепления и к чему может привести повышение температуры на планете? Ответы на эти вопросы звучали во время встречи кандидатов в президенты Республики Казахстана Бельгазы Кусаинова с общественностью Южно-Казахстанской области. В числе программных приоритетов вопросы экологии и промышленной безопасности. Наш корреспондент Кайрат Белкасулы побывал на встрече кандидата с населением. Очередной день предвыборной кампании. Кандидат в президенты Абельгазы Кусаинов в Шимкенте. На этот раз общение с избирателями проходит во дворце школьников. В руках у многих брошюры с предвыборной программы. Об ее основных положениях Абельгазы Кусаинов рассказал электорату. При этом подробно изложил угрозы и прогнозы, связанные с глобальным потеплением. В 21 веке только по оптимистичному прогнозу рост температуры составит 3 градуса по Цельсию. Но есть и негативный сценарий, по которому международное сообщество будет двигаться в случае отсутствия конкретных мер по уменьшению выбросов газов в атмосферу. Согласно этому прогнозу, потепление составит 6,5 градусов. А это уже максимальная опасность, которая может произойти не в далеком будущем, а уже в самой ближайшей перспективе. Именно на это мы стремимся обратить внимание всех. По мнению Кусаинова, экологические проблемы решать необходимо буквально всем миром. Он отметил, что это важнейшая цель, которая в настоящее время объединяет целый комплекс задач. В первую очередь изучение климата и водных ресурсов. Перед собравшимися выступили и доверенные лица кандидата, которые были едины во мнении. Экологическим вопросам в мире уделяют недостаточно внимания. Мы надеемся обратить самое пристальное внимание на международные экологические проблемы. Показать, что они нуждаются не просто в словах поддержки, а в согласованных позициях всех, без исключения государств. В ходе встречи шимкенцы воспользовались возможностью задать вопросы кандидату в президенты. Абельгаза Кусаинов постарался подробно ответить на каждый из них. Региональные штабы кандидатов в президенты Абельгазы Кусаиново ведут активную работу с избирателями. Едва ли не в каждом регионе доверенные лица рассказывают о предвыборной платформе Кусаиново и раздают агитационные материалы. Вот так все дни подряд работают агитаторы и волонтеры восточно-казахстанского штаба кандидата Абельгазы Кусаиново. Плакатов, листовок и брошюр предостаточно, говорят они. Маршрут их расписан по часам. Весь в городе определены 33 точки для расклейки агитационных баннеров. Первое, что они делают, это забирают информационно-агитационные материалы и расклеивают в специально отведенных местах, которые есть во всех городах и районах и во всех сельских округах. То есть размещают, еженедельно проверяют. Кроме этого, они занимаются проведением встреч с населением. Есть акции хорошие, где проводится вот эта работа разъяснительная, да, вот о программе, предвыборной программе нашего кандидата. Очень активная гражданская позиция у населения города Усть-Каменогорска относительно предвыборной кампании. Затем расклеиваем агитационные листы в специально отведенных местах города Усть-Каменогорска. Организуем рейды по контролю сохранности этих агитационных листов на улицах города. Кипит работа и в Кустанайском штабе кандидата Кусаинова. Порядка 30 активистов ежедневно проводят агитационную работу. Разъясняет населению главные принципы предвыборной платформы кандидата. Они заключаются в экологической безопасности и охране окружающей среды. Решению глобальных экологических проблем Абельгазы Кусаинов в своей программе уделяет большое внимание. Работа ведется не только в областном центре, но и в районных центрах, в районах нашей области. Соответственно, в каждом из районных центров у нас есть доверенные лица, которые эту работу проводят. Агитация ведется, согласно закону. Это распространение всевозможной печатной продукции, плакаты, брошюры. Информируем о платформе кандидатов в президенты. Как отмечают доверенные лица кандидата Кусаинова, агитация проходит без препятствий. Назам Тельбаева, Игорь Нидоров, Вячеслав Ветлугин из Кустанайской и Восточно-Казахстанской областей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот пенополистирол – одна из составляющих стеновых панелей нового поколения. Стены из них в пять раз легче, чем из кирпича. Они не боятся влаги, прочны и заметно удешевляют строительство. Если полное, готовое здание брать, то где-то около 30% экономии идет. Полезная площадь при этом увеличивается от 5 до 7 метров квадратной полезной площади в жилом здании. Потом присесть в МИКе до 9 баллов выдерживает. Завод производит все типы панелей. Для внешних и внутренних стен разные толщины и состава. Еще одна важная деталь – дома из таких панелей не требуют отделочных работ. На идеально гладкую поверхность сразу можно наносить краску или обои. У них отличные тепло и звукоизоляционные данные, они безвредны для человека. Государство сразу поддержало этот уникальный проект. В процессе запуска завода обратились Акимат, обратились в фонд предпринимательства ДАМУ. На сегодняшний день мы получаем субсидии от государства. 7% от кредитной линии. Сейчас хотим проводить модернизацию существующего нашего завода, чтобы все ингредиенты составляли казахстанским содержанием. Новый жилой комплекс «Ас-Эл-Арман» по программе «Доступное жилье», автобусный парк, здание партии «Нур-Атан» и еще ряд жилых домов уже используют инновационные материалы. Важно отметить, что дом из таких панелей строится в 7 раз быстрее, чем традиционным способом. О своем последнем послании Ельбаса озвучил, что социальное жилье не будет останавливаться, несмотря на кризис мировой. Соответственно, мы в рамках послания президента производим материалы, а наш материал дает, чтобы объект быстро построился, и, соответственно, квадратный метр, чтобы был доступен для казахстанцев. Завод ждет одобрения финансирования через Банк развития Казахстана для приобретения в лизинг дополнительного оборудования и планирует завершить модернизацию к концу года. И сейчас Акиматом рассматривается вопрос о внесении предприятия в городскую карту индустриализации. Татьяна Напольская, Кенжи Амраев, Алматы. 73 миллиона яиц в год выпускает уральская птицефабрика. Местные прилавки на 60% заполнены куриным яйцом и мясом отечественного производства. Существенную помощь предпринимателям оказывает государство. За счет этого удается сдерживать цены и уделять особое внимание качеству продукта. О премудростях птичьего бизнеса в нашем следующем материале. Елена Герасимова – одна из лучших птичниц уральской птицефабрики. Таких специалистов не готовят в местных вузах, поэтому всему училась на рабочем месте. За 8 лет дослужилась до специалиста 6-го разряда. Весь процесс содержания автоматизирован, но именно от птичниц зависит продуктивность курни и сушек. Чтобы мне присвоили 6-й разряд, у меня сбор яйца 98%. Это 151 коробка, это 54 360 яиц. Это самый большой показатель. Зависит от кормления, чтобы вода всегда была, чтобы температура в цеху. На фабрике содержится до 250 тысяч голов птицы. Продуктивность кур сегодня 97%. То есть в сутки несушки дают до 200 тысяч яиц. Такой высокий показатель достигается за счет хорошего молодняка. Привозят цыплят со Свердловского племенного завода. Нестись курица начинает примерно на 130-й день, а используется в качестве несушки всего 17 месяцев, пока ежедневно может давать яйцо. Дальше ее держать невыгодно, поэтому отправляют на бойню. Начиная с 2008 года мы получаем субсидии на каждое произведенное и реализованное яйцо. Ранее мы получали 2 тенге за яйцо. В последние годы уже 2,6 тенге. Это значительная поддержка для нашего производства. Отсюда и приемлемая цена. Кроме того, в договоре с торговыми точками оговаривается условие, что наценка на продукцию фабрики не должна превышать 10%. О роли Казахстана в интеграционных процессах говорили сегодня в Алматы на очередном заседании Евразийской сети экспертов. Этот форум, созданный в 2009-м, собрал ведущих аналитиков стран СНГ. Как отмечают участники встречи, влияние Казахстана на развитие евразийской интеграции трудно переоценить. Работа над созданием общего пространства, удобного для жизни, торговли и политики, началась еще 20 лет назад. Сегодня ЕАЭС объединил Казахстан, Россию, Беларусь и Армению. В конце мая в союз войдет Кыргызстан. Заинтересованность в интеграции проявляет и Таджикистан. Казахстан является средоточением таких мягких, ненавязываемых, но вместе с тем эффективных предложений по созданию экономического сотрудничества, по созданию гуманитарного сотрудничества, по созданию тех зон бесконфликтных, которые могли бы в принципе стать зонами роста для международной безопасности и стабильности. Итоговый выпуск новостей подошел к концу. Спасибо за внимание. Удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова